пожалуйста мой вопрос сила рода если у разведенной женщины сила рода нужно ли взять после развода свою девичью фамилию я не особо понимаю о ваших силах рода часто люди говорят мне эти слова говорят сила рода я беру силу рода и так далее если вы так берете силу рода если у вас такая сила рода то тогда чё все больные все больные все нищие все бедные дети все больные дети все невезучие если род так помогает человеку то тогда почему все такие несчастные объясните мне смотришь только сила рода сила рода на человека смотришь у него счастья нет дети больные дети все сумасшедшие какие-то сама несчастная там какой род куда он ее там ведет вообще к сила там силой рода и силой громозорга слушать и птеродактиля нету никакой силы кроме той силы которую вы в себе вырабатываете ваша душа это бесконечный океан силы а еще больше силы если есть вера в то что будет все хорошо в жизни вот эта сила живите ради детей в этом сила живите ради бабушки своей мамы и дедушки если умерли живите ради внуков детей делайте так чтобы они счастливы были сила в их улыбках и радости сила в том что вы радуетесь и сила в том что вы осознаете эту жизнь и счастливы в ней вот сила там силы рода какой силой рода что он вам даст это слова эти силой рода есть люди такие которые постоянно говорят благодарю тебя господи слава тебе господи благодарю тебя за что благодарить нужно только в тот момент когда что-то хорошее получилось если хорошее получилось от благодари если ничего не произошло не надо этого делать встала благодарю за что за то что встала это такая прям счастливая что встала что надо отблагодарить слава богу в туалет сходила но это пойдет ладно благодарить надо в тот момент когда кто-то для вас что-то сделал видите что бог для вас что-то сделал скажите благодарю господи сама бы не справилась а так никто эти благодарности слышать не будет и никому они не нужны почему паша вы их затерли вы их так часто применяли что они высшим силам не интересны вообще вы сами в них не верите и даже уже не понимаете что это такое